Последние несколько лет Владивосток каждое лето принимал международные соревнования по аквабайку. К нам в гости приезжали гонщики со всей планеты. В этот раз водномоторные заезды решили сделать наоборот, сугубо русскими. Приморская столица стала центром чемпионата и Кубка России, где в борьбу за награды вступилось порядка 30 участников. В этом году наша федерация добилась получения статуса чемпионата России по аквабайку в дисциплине ралли-рейд. Все предыдущие годы мы проводили соревнования международные, они назывались последние несколько лет «Русский гран-при». Но в этом году мы решили немного перезагрузить соревнования, отказались от приглашения иностранных спортсменов. Крупные соревнования поделили на три дня. В общей сложности участников ждут шесть заездов для трех технических зачетов. Трасса осталась практически неизменной. Задача промчаться от водной станции ЦСКА до Русского острова и обратно. Первый выход на воду уже прошел и оказался он довольно нелегким. «Колбасит постоянно. Ты прыгаешь, тебе еще нужно удержаться, скорость свыше 100 км в час. Если мы когда вновик зашли, там уже гладко, там мы ехали во весь газ, и там было комфортно, потому что не было трясучки. А когда обратно вышли, то снова волна, и там уже потеряли максимальную скорость». Увы, но статус чемпионата России не смог завлечь во Владивосток спортсменов с западной части страны. Вести свой байк через 9 тысяч километров дорого и неудобно. Поэтому на стартах большинство приморцы. Интересно, что наши аквабайкеры, наоборот, любят ездить в гости. Соревнований по этому виду спорта сегодня немного, поэтому приходится цепляться за любую возможность выступить. «Ну, сколько лет уже езжу, мне уже просто принципиально получить хотя бы, то есть я хочу мастера спорта, то есть выигрывая там до этого, у меня до этого, то есть ничего официально, как бы ничем я не подкреплена. И плюс также, ну как сказали судьи и организаторы чемпионата России, они сказали, что призеры формируются потом в сборную России». Гонки на аквабайках пройдут вплоть до 12 августа, когда объявятся призеры и победители каждого зачета. Посмотрите, поболеть за спортсменов может любой желающий. Ежедневно первые заезды будут начинаться с 10.00 на водной станции ЦСКА. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков, новости спорта на восьмом.